Давай, я вам принесу. Хорошо, хорошо, хорошо. Сознавайте, будьте. Давайте мне, все, я заплатила. Торговля идет бойко. Сергей Савченко специализируется на кукурузе. С собой взял тысячу початков, но с двух гектаров еще возить не перевозить. Первый день сегодня мне очень понравился, я очень доволен. Я не мог найти место, меня позвали сюда и я очень доволен и рад. А до этого мне придется, где-нибудь встану, как не было мне места. А сейчас вот хорошо, мне пометилось с первого дня, так здорово. И люди, видите, берут прекрасно. Альберт Тротерьян со своих теплиц ежегодно собирает по 10 тонн помидоров и огурцов. Есть 60 персиковых деревьев. Оставшуюся площадь в этом году решил засеять бахчевыми. Говорит, самое главное, чтобы был рынок сбыта. Это нормальная идея, это сбыта, потому что сейчас со сбытом проблемы. Найти в Анапе точки торговые, чтобы официально встать торговать, это я за, потому что большая помощь. Часто у фермеров нет времени на то, чтобы заниматься сбытом. Так появляются посредники. В этом случае в их услугах необходимости нет. Наши фермеры нас удивляют ценами, конечно, по 20 рублей огурцы, 40 рублей помидоры наши. На северном рынке выделили площадку для установки передвижных торговых точек, а также порядка двух десятков мест для производителей. В муниципалитете действует и активно развивается сеть ярмарок-привозов. А это новый формат – фермерский дворик, который будет работать на постоянной основе. По поручению губернатора, по поручению главы муниципального образования, сегодня у нас открывается первый фермерский дворик на территории Анавы. Здесь именно сделано для христианских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Именно чтобы прям с дома принесли и продали сразу. Первые покупатели в прямом смысле шли на звук, в их числе Надежда Старовойтова. Она живет на улице Ленина, по возможности приобретает продукты на ярмарках-привозах. Появление такой стационарной точки стало для нее приятным сюрпризом. Ну, я считаю, нужна, потому что можно подешевле что-то купить здесь людям. А как ассортимент? Ну, пока для первого рождения? Ну, нормально. Есть выбор. Нормально. Среди первых покупателей разыграли призы. Все, чем богаты фермерские хозяйства и частные подворья города-курорта. В администрации муниципалитета изучат опыт работы этой площадки. Параллельно работают над размещением еще трех таких же фермерских двориков. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.